Коллеги, всех приветствую! Меня зовут Атаманова Юлия. Сейчас мы с вами находимся на сайте tbankrot.ru И как вы знаете, tbankrot обновил свой интерфейс. То есть, если до этого tbankrot работал только с банкротством, сейчас там еще появилась новая вкладка, это торги.gov. Давайте посмотрим. Первое, что мы делаем, это выбираем регион. Я выбираю всегда Томскую область, потому что я проживаю там. Далее мы выбираем торги.gov. И здесь у нас выбрано 4 параметра. Заходим в эти параметры. Это аренда государственного имущества, аренда и продажа земельных участков, продажа государственного имущества и имущества должников. Нажимаем. Давайте первый выберем. Это аренда государственного имущества. Нажимаем поиск. На текущий момент в Томской области найдено 157 открытых лотов, всего 134. И здесь мы можем посмотреть, что находится. Так, нежилое здание общей площади, деревянное, 3 миллиона на 49 лет. Далее. Далее, коллеги, смотрим. Объекты. Ну, давайте, к примеру, возьмем какой-либо объект и зайдем на него. Что мы здесь видим? Что торги активны, реализуются в рамках 135-го федерального закона о защите конкуренции, когда размещено начальную цену, задаток для участия и что это аренда. Больше, так мы видим, организатор торгов, контактный телефон и e-mail. И документы по торгам. Извещение, другое аукционная документация, аукционная документация. Если мы с вами перейдем на электронную торговую площадку, то мы с вами увидим, что ежемесячно, то, что у нас отличаются здесь цены. То есть, по факту нам показывали, что у нас здесь 3 миллиона 291 тысячи, а здесь у нас другие. Давайте с вами разберемся, почему так происходит. Итак, смотрим, что это у нас за объект. Нежилое здание, 395 квадратных метров. Причем адрес здесь не написан. Давайте посмотрим. Нежилое здание, вот 395 квадратных метров. Заходим. И что мы здесь можем увидеть? Организатор торгов, дата окончания приема заявок, далее площадь 395 и общая начальная минимальная цена за договор. Размер задатка, субаренда, обременение мы видим о том, что есть. Сведения о наличии отсутствия объектов культурного наследия. Мы здесь можем это все прочитать. Дальше мы можем посмотреть изображение лота. Согласие решения собственника. Документы, которые нам прилагаются по аукциону документации. Так, коллеги, как вы видите, с Т-банкротом не очень удобно работать, потому что здесь, в принципе, никакой информации нет. Здесь даже не написан адрес. И мы видим только цену. И также мы видим задаты, которые у нас есть. Давайте, в принципе, сравним количество лотов в аренде, которые у нас есть по Т-банкроту, и количество лотов на сайте торги GoFru. Так, как мы видим, сейчас у нас 57 открытых лотов по всей Томской области. Давайте заходим и набираем. Итак, в процессе подачи заявок по официальному сайту Российской Федерации найдено 68 открытых лотов. 68. По Т-банкроту 57. То есть, как мы видим, что количество у нас не соответствует и не очень удобно с ним работать с Т-банкротом. Это что касается секции аренды. Далее, давайте посмотрим вторую секцию. Это секция продажи государственного и муниципального имущества, сокращенно мы ее называем приватизация. По всей Томской области мы с вами видим 27 открытых лотов. Это круглый лесоассортимент. Далее, древесина породы береза. Нежилое здание под разбор. Можем все это посмотреть. Склад емкостей 7 штук. Нежилое здание. Автобус паз. Пустующее нежилое помещение. Ну, давайте выберем любой объект. Пускай будет это нежилое здание. И зайдем туда. Что мы с вами здесь видим? Нежилое здание. Год ввода в эксплуатацию расположено по адресу. Плиты дорожные размером 50 на 50. Металлическая кровля. Перекрытие с бруса. 100 метров. Стены деревянные. 200 метров. И место проведения электронно-торговая площадка. Также, что мы здесь видим? Кадастровый номер. Где расположено. Видим, что нет у нас ни залога, ни ареста, ни ипотеки. Можем заказать выписку ЕГРН. Заказать выписку о переходе прав. Также можем посмотреть место положения. Организатор торгов. Контактный телефон, e-mail и документы по торгам. То есть, это аукционная документация. И здесь мы с вами видим начальную цену за договор. Также видим, что это открытый аукцион. Шаг аукциона. И какой за дата для участия. Можем перейти на электронно-торговую площадку. Переходим на электронно-торговую площадку. Что мы здесь с вами видим? Заходим в лот. Организатор торгов. Время окончания сразу подачи заявок. Дата рассмотрения. Место проведения итогов. Изображения можем посмотреть, их здесь нет. Далее, вид собственности. Решение собственника проведения торгов. Наименование характеристики имущества. Детальное местоположение. Начальную цену. Шаг аукциона. Кто может участвовать в торгах. То есть, перечень предоставляемых покупателям документов. Можем увидеть, что обременений нет. Размер задатка. Порядок внесения задатка. Порядок ознакомления с имуществом. Мы можем посмотреть. Ограничение участия. Срок заключения договора в течение 5 рабочих дней. Торги по продаже имущества не проводились. Далее, коллеги, можем зайти в документы. Посмотрите аукционную документацию. Секция приватизации. Т-банкрот немножко лучше работает. Поэтому здесь более-менее понятнее, как с этим работать. Итак, что мы здесь, например, еще можем выбрать? Секция в Т-банкроте. Давайте посмотрим, сколько активных лотов в Томской области у нас находится. Вы можете посмотреть в любом своем регионе. И сравним. Смотрите, всего в секции приватизации найдено 27 открытых лотов. Если мы зайдем в секцию приватизации. И посмотрим, сколько в Томской области. В процессе подачи заявок у нас 31 открытый лот. По Т-банкроту у нас 27. То есть какие-то объекты, какие-то лоты он не видит. Также мы с вами что можем выбрать? Торги ГОВ, имущество должников. Давайте выберем и посмотрим. Выбираем имущество должников. Всего у нас 12 открытых лотов по имуществу должников. Давайте сначала сравним, сколько у нас открытых лотов. И потом посмотрим, что там у нас есть. По всей Томской области в процессе подачи заявок у нас найдено 50 открытых лотов. Т-банкрот видит только 12. То есть какие-то он не видит. Раз он не видит, давайте откроем любой объект. Первый, который нам... И посмотрим. Это нежилое помещение выставлено, кадастровый номер, собственник, местонахождение, право, залог, место проведения. Видим начальную цену, видим задаток. Пишет, что это Т-банкротство, хотя это у нас имущество от приставов. Можем перейти на электронно-торговую площадку. Видим, что это нежилое помещение. Видим кадастровую стоимость объекта. Видим обременение, в том числе субаренда. То есть первично можем оценить, это очень удобно. Можем заказать выписку EGRN онлайн. Видим, кто организатор торгов, контактный номер телефона, e-mail и документы по торгам. Извещение, другое аукционное документация. Если мы с вами, то есть и видим на основании каких законов реализуются. Если мы перейдем на этот сайт, на торги.gov, то в этом случае, что мы можем здесь увидеть также? То организатор торгов, даты, время, окончания и подачи заявок. Далее, коллеги. Реквизиты оснований реализации имущества, то есть на основании чего? Сведения о заложенном имуществе. Мы можем увидеть детальное местоположение, начальную цену имущества, размер задатка. Также мы можем с вами посмотреть документы, которые есть. То есть заявления, извещения, аукцион, документации. И кто организатор торгов, кто контактное лицо, кому звонить и с кем связываться, когда нам интересна информация о каком-либо объекте. И последнее, что нас с вами будет интересовать по версии Т-банкрота, это аренды и продажи земельных участков. Аренды и продажи земельных участков. На текущий момент в городе Томске найдено 66 открытых лотов. Давайте зайдем, посмотрим. Вы можете смотреть то, что происходит в вашем регионе. Я вам показываю на примере своего. На текущий момент в процессе подачи заявок найдено 118 открытых лотов. Плот и банкрот видят только 66. Как вы видите, он видит намного меньше лотов открытых, чем есть на самом деле на официальном сайте. Здесь мы можем посмотреть продажи и аренду. Мы видим продажи и аренду. Здесь мы видим аренду земельного участка. Аренда земельного участка. Продажи. Давайте возьмем, к примеру, аренда. Местоположение границ. Земли населенных пунктов. Целевое назначение. Срок аренды. Видим, что это ежегодная арендная плата. То есть мы ежегодно должны будем эту сумму оплатить. Видим задаток. Видим местонахождение. Торги. Говозим секции земельные участки. Переходим на нее. И давайте сравним. То есть 955 квадратных метров. Аренда. Договор аренды. Предмет ежегодная арендная плата. Размер задатка. Шаг аукциона 900 рублей. Начальная цена за квадратный метр. 2 рубля 67 копеек. Срок аренды 20 лет. Землю для населенных пунктов. В целом здесь все соответствует. Коллеги, в чем плюс участие в торгах по земельным участкам? Вы можете взять земельный участок в аренду на 20 лет. Платить за него ежегодную арендную плату по 31 тысячи. Но как только у вас будет имущество, собственностью, точнее в аренде 3 года, вы построите на нем какой-либо объект, зарегистрируете его как индивидуальный жилой дом. В этом случае вы можете выкупить объект по кадастровой стоимости, либо по оценочной. По кадастровой стоимости это от 3 до 50% от кадастровой стоимости. Зависит все от вашего региона и от собственника. То есть эти правила необходимо уточнять именно у них. Надеюсь, это видео было вам полезным. Приходите на наш вебинар. Задавайте вопросы. Всем пока-пока.